МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другая проблема решена непосредственно во время прямой линии. К губернатору обращаются пенсионеры, которые проживают в доме по улице Сухого. Здесь осуществлялась плановая замена лифтов. Работы завершили несколько недель назад. Однако в одном из подъездов лифт так и не был запущен. В субботу проблемы устранили. Все лифты прошли освидетельствование и запущены. По пятому подъезду была приостановка, так как были нюансы с приемкой данного лифта. Замечания все были устранены. Воспромнадзором принят лифт, введен в эксплуатацию. Сразу три обращения от жителей агрогородка Красная Гомельского района. И все связаны с уборкой снега. Первым позвонил пенсионер. Под его ворота попала часть снега, когда трактор расчищал улицу. По состоянию здоровья мужчина не может убрать снег самостоятельно. Очистили дорогу и весь снег к калитке приперли человеку. И он инвалид второй группы, ходит с тростью. Сегодня до обеда, чтобы снег был очищен от его калитки. Звонила также женщина из агрогородка Красная. История практически схожая. На ее территории оказалось большое количество снега после того, как расчисткой занялся сосед. Мужчина, в свою очередь, проблемы не видит. Обещает, что в ближайшие дни все будет убрано. В ближайшее время, после выходных, думаю, пригоним технику, уберем этот снег. В связи с тем, что был снегопад большой, чистился снег, но немножко зашли на соседа. Еще одна местная жительница обеспокоена тем, что детям приходится ходить в школу по трассе, где нет ограждения. Участок около 70 метров. Кроме этого, женщина отметила, что после обильных осадков весь снег сгрузили на дорожку. И ученикам приходится преодолевать высокий сугроб. Данная дорога была позавчера-вчера уже расчищена силами ДРСУ. Ну, как бы проблема такая сама иссякла. С женщиной созвонились, она сказала, что эта проблема была при обильных снегопадах. Ну, скажем так, техника, да, в первоочередном порядке она расчищала дороги. Сейчас они активно проводят расчистку пешеходных дорожек и, в принципе, все идет в плановом режиме. Что касаемо ограждения, про которое также сегодня был озвучен вопрос, то в текущем году планируется реконструкция этой дороги, ее уширение от поворота на Сельмаш до бывшей птицефабрики. И в рамках этой реконструкции будет установлено перильное ограждение, которое будет также препятствовать людям с пешеходной дорожки выходить на проезжую часть. Поэтому все эти работы на этот год запланированы и будут выполняться в третьем квартале. А жители агрогородка Еремина беспокоит качество питьевой воды. Недавно была построена станция безжелезования, однако проблему это не решило. По словам местной жительницы, нормальной воды хватает максимум на две недели, после чего снова вкус и запах железа. Обращение взято на контроль губернатора. Самый популярный вопрос на прямой линии – строительство парковки. Его задавали шесть человек. В доме на улице Оськино, 34 в Гомеле, всего 50 парковочных мест на 144 квартиры. Многие пользуются автомобилями в первую очередь для того, чтобы возить детей в школы и детские сады. Необходимо разобраться, почему при строительстве дома не была предусмотрена полноценная парковка, отмечает Геннадий Соловей. Звучали и благодарности во время субботней линии в адрес председателя Гомельского облсполкома. Например, житель агрогородка Конкович и Петриковского района признателен за остановку общественного транспорта. Большое спасибо, что пустили нам автобус, сделали остановку около больницы. Звучали и предложения. Житель Хойников надеется, что в ближайшее время снова заработают общественные приемные. Среди большого количества людей они были популярны, потому что проходили в вечернее время. Всего на прямую субботнюю линию обратилось более 40 человек. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели.